Ишуа открылся, как Сын Божий в силе своего короткого служения. Это выражалось в полном соответствии к портрету Мессии, описанному в тоннахе. Он воскрешал мертвых, он поднимал парализованных, открывал глаза слепым, освобождал их бесов, учил людей торий, заповедям, причем учил не так, как учат раввины, но как имеющий власть. Знаете, чем отличалось у нас написано, что он учил не так, как учат, а как власть имеющий. Что здесь имеется в виду? Сегодня, если вы откроете любой околобиблейский иудейский источник, то вы прочтете в Талмуде, допустим, Медраше или Мишне, рабе Йоханнан сказал это так и вот так, на что рабе Шмуэль сказал то-то и то-то. И так далее. Сегодня и всегда и тогда, в то время, для того, чтобы рабин мог что-то сказать, он должен был опираться на предыдущие поколения мудрецов. Понимаете? Он обязан двигаться, был и сегодня в фарватере этого учения. Он не мог говорить что-то, что не сходится с этим. И даже если это было неправильно. Ишуа так не делал. Он говорит, вы слышали, что сказано? Не прелюбодействуй. А я вам говорю, даже тот, кто смотрит на противоположный пол и мечтает там, что там в этом, уже это делает. То есть, он поднимает планку еще выше. Он объясняет, что имеется в виду. Дело в том, что сегодня в иудаизме есть специалисты, которые умеют на основании Торы доказать, что не кошерное, а является кошерным. Это своего рода схоластик. Я не думаю, что Богу угодно похоже какие-то вещи. Очень часто вот раввины или ученики упражняются в таких вещах, пытаясь показать, насколько они управляют или умеют вот это все доказать и показать. Ишуа этого не делал. Он воскрешал исцелял и когда к нему приходили и спрашивали скажи нам ты или тот, кто обещан или нам ждать другого. Он не говорил да, это я. Аллилуйя. Наконец-то откроются у вас глаза. Он им говорил идите и посмотрите. Слепые прозревают парализованные в становку стоят на ноги. Почему он так отвечает? Да потому что народ который получил Писание который подписался под договором с Богом у горы Сина имея в руках подробное описание Мессии. Это как словесный портрет. Понимаете? Отказывается это видеть. Он нам говорит идите и посмотрите. То есть сделайте вывод. Машех не должен объявлять что он Машех. Язычнику он мог сказать не иудею. Иудей сам должен был это определить. Это его ожидание, это его чаяния, это смысл всей его жизни. Дождаться и увидеть. Выпала эта честь определенному поколению людей. И когда в этом поколении он родился он сказал у вас в руках Писание. Вы должны знать сами ответьте на этот вопрос. В этом отрывке также мы говорим о том что было воскресенье 4 стих. Он открылся с Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресенье из мертвых. Основное в чем открылся он как Сын Божий обратите внимание в воскресенье. Благая весть очень часто у проповедников протестантских заканчивается крестом. Крест крест у креста то есть крест и все вот дальше не идет. дело очень редко когда говорят о воскресенье но благая весть это не только крест это воскресенье в первую очередь если бы он не воскрес Павел говорит тогда и вера наша была бы тщетна именно через Ишуа все мы получаем благодать которая есть ответ на наше покаяние и призвание на служение апостолы получили апостольство когда должен сделать перерыв вообще не делать хорошо получили апостольство и мы тоже все получаем определенное призвание в соответствии с дарами святого духа человек должен служить только дарами святого духа к созиданию общины к созиданию тела мессии потому что только святой дух и только дары святого духа будут созидать общину все остальное не будет ее созидать можно наверное будет искусственным образом как-то подтянуть людей но они не будут телом мессии в глаза Бога будут таким балластом такой лепешкой которую прилепили к спине или к Богу а надо чтобы были части тела и поэтому здесь написано что покорять все народы нужно вере не идеологии не культуре основная проблема миссионеров я думаю не только в Израиле вообще везде они насаждают культуру они христианство насаждают вот в Израиле этого нельзя делать понимаете что для них вера в Иисуса неразделима является и образом жизни который абсолютно чужой и неприемлемый для евреев поэтому не хотят принимать шестой стих в посланиях Раба Шауля мы все время можем увидеть что он разделяет людей на две категории сейчас мы подходим к горячему это евреи и христиане из язычника и он здесь говорит вы шестой стих посмотрите между которыми находитесь и вы когда я говорю вы это значит я себя не включаю в эту категорию людей понятно да и вот он так обращается к уверовавшим язычникам дело в том что язычники после того когда уверовали в Ишуа как в Мессии они не перестают быть язычниками они продолжают оставаться язычниками но они перестают быть идолопоклонниками это разные вещи очень часто вот и в России и на Украине да везде можно услышать мы же не язычники какие-то мы христиане я бывает промолчу бывает нет но это определенное клише такое то есть в понимании современного верующего в Иисуса язычника христианина что он не язычник потому что он христианин на самом деле он язычник это легко показать из Писания но это не значит что он хуже чем еврей просто другой понимаете посмотрите много разных служителей есть это не значит что один лучше а другой хуже просто разные дары разные и акценты по-разному стоят в той или иной общении в соответствии с тем даром который есть у служителей это нормально другое дело что надо иметь мудрость и заполнять вот пространство у нас долгое время не было евангелистов вообще появилась недавно одна сестра и мы смотрим с женой и она говорит слушай ну она ведет таких я говорю ты пойми евангелист он же же не тот евангелист он всех поверяет тащит это наша забота тут уже разбираться учить сортировать решать ну и так далее если бы он это делал он бы не был евангелистом уже понимаете да и я очень благодарю Бога за эти вещи потому что просто ну нельзя остановить человека я единственное прошу говорю никогда никого из других вообще не приглашай не переманивай не надо бывает по-разному кто-то уходит от нас кто-то приходит к нам я думаю все-таки правильно чтобы человеку было хорошо там куда он пошел я всегда отпускаю благословляю благодарю Бога за то что какое-то время эти люди были у нас а потом они хотят уйти пусть идут с миром пусть им будет хорошо там зачем если я знаю вот какая у нас репутация есть люди которые нас очень хорошо знают они приходят и им задают вопрос почему тяжело в этой общине нужно полегче человеку какие-то условия это тоже нормально и вот в шестом стихе он говорит увы это значит что он уже в самом начале послания разграничивает евреев и язычников которые уверовали в Ешион и в третьей главе он покажет что у иудеев есть преимущества а в девятой главе мы подробно поговорим какие но в третьей главе он говорит в любой сфере жизни есть преимущества и я подробно вам объясню почему это работает обычно за это ненавидят евреи ну там где вот куда бы где бы мы ни жили да в любом месте людей это раздражает людям это не нравится как это так почему это евреи лучше дело в том что ни я ни ты мы не выбираем где нам родиться и в каком народе мы будем на этой земле рождаться в тот момент когда мы родились нам нужна самоидентификация для чего чтобы понять к чему мы призваны в теле мессии потому что глобально есть тело мессии в котором каждый народ имеет свою определенную роль понимаете я могу озвучить свое понимание мое понимание могу даже там аргументировать если надо ну есть руки есть ноги помните 12 главу корейфенов первого кто помнит кто читал очень писали и есть еще органы которые прикрывать надо там написано да что они очень важны вот мое понимание еврейский народ это детородный орган в теле мессии носитель семени понимаете такая функция нам определен нельзя отрезать этот орган согласны с вами потому что уже будет как бы неполноценное тело инвалидом оно стало я не думаю что бог хочет видеть тело мессии на земле инвалидом без какого-то органа без глаза без руки без ноги или без детородного органа иначе как оно будет расти умножаться и размножаться нужно же распространять обязательно сеять слово слово же методом сеяния распространяется понимаете семя оно и есть семя и пшено и у человека это семя просто генетика другая молекули ДНК другие поэтому от пшеницы рождается пшеница а от человека человек каждое семя несет в себе полную информацию о своем виде и о своем роде нам нужно понять что все 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 люди на земле уверовали в бога Израиля а не в бога православного или католическом это потом сами люди из него сделали то что им удобно то что им нужно да так слышно а то есть все время нагибаясь в кровь все уверовали в бога Израиля все и поэтому здесь в этой книге подробно описано как поклоняться этому богу как праздновать праздники что делать чего не делать и вы не прочитаете ни в одном другом законе других народов вот эта информация только здесь знаете что самое интересное что наша культура культура еврейского народа она базируется именно на этой книге на Танахе если культуры других народов придумали люди а потом сделали это даже праздниками христианскими допустим Ивана Купала языческий обряд православный праздник или еще праздник такой день отсечения головы Иоанну Крестителю в этот день нельзя капусту срезать это все серьезно да я спрашиваю а какой же праздник если пророку голову отрубили что же тут праздник повисает сразу схему когда мы читаем эти книги мы понимаем что Бог четко сказал как жениться как рождаться как умирать что делать в каком случае и это нормально поэтому зачем еврею все это менять чтобы уверовать вешу и потом все это поменять ему пытаются насадить чужую культуру он противится всеми фибрами своей души не будет этого делать и поэтому на самом деле Бог призывает всех людей между которыми и мы все с вами находимся чтобы мы верили в Бога Израиль раньше было по-другому с приходом Мессии поменялись какие-то вещи они поменялись с поправкой на то что Мессия уже пришел Ешуа показывает служение всех в теле Мессии не только иудеев потому что написано что каждый язык и каждое племя должны исповедовать на своем языке что Иисус Он Машех слава Бога Отца поэтому в Новом Завете сам Господь говорит до тех пор пока мой народ не скажет Баруха Баба Шем Адуна я не приду мы на своем языке должны это исповедовать на еврей благословлен грядущий во имя Господня и другие народы тоже должны это сделать каждый на своем языке дорогие друзья шалом мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media в 2013 году в январе мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов чтобы интересующиеся могли понять рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции уверен что это помогает вам о вашей вере чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше вместе с этим я хочу напомнить вам что этот волонтерный добровольный проект мы ведем выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним это стоит нам денег я не очень люблю просить но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой если Господь располагает вас ни в коем случае вы ничего не обязаны и вы все-таки захотите пожертвовать 2 5 3 долларов сколько захотите то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита давать вам видеть большее количество учений и я уверен что это будет благословение и для вас и для нас мы создали такую возможность если вы нажмете вот на эту кнопку донейт пожертвовать и войдете в нее то там будет возможность через Paypal систему сделать небольшое пожертвование это будет благословением уверен для нас уверен для вас пусть Бог благословит вас спасибо что вы с Оазис Медиа с Оазис Медиа Продолжение следует...